АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я вообще об этом ничего не говорю. Я просто восхищаюсь каждой её новой татуировкой. Я говорю, блять, Соня, какой охуенный карандаш. Причём я говорю это на любую татуировку, потому что я только карандаши запомнил. При этом дети, они считают меня какими-то продвинутыми батей, которые в курсе каких-то новых молодёжных трендов и движений, дошло до того, что моя младшая дочь несколько лет назад предложила мне сыграть с ней в прожарку. Вы представляете, в прожарку? И я подумал, господи, невероятный уровень доверия. И я прямо растекся весь. Я говорю, конечно, Тося, прожарку. Я был так счастлив, что я ей сказал, Тося, ты даже можешь использовать плохие слова. И она сразу спросила меня, какие? Я говорю, любые. И она сказала, заебись. И пошла готовиться. И вы знаете, я думал, что я выиграю, ну, просто на каком-то уровне класса профессионализма. Но она просто убила меня первым панчем. Она сказала мне, мой папа 7 лет, вел хорошие шутки, а 49 лет хуевые. Вот. Друзья, у меня хорошая новость. Мы подошли к началу шоу. Вы знаете, неважно, в какой стране я нахожусь, я всегда начинаю это шоу на иврите со слов «Шалом Хаверим». «Шалом Хаверим» в переводе значит «Привет, друзья». Я не просто кидаюсь этой фразой на иврите, типа, вот. Я из Израиля, я знаю иврит. Я плохо, очень плохо знаю иврит. Но поверьте мне, я хожу в Альбан, в языковую школу. И там для того, чтобы мы выучили эту фразу, нас заставляли петь такую песню. Я сейчас вам исполню ее. Вот она. «Шалом Хаверим», «Шалом Хаверим», «Шалом», «Шалом», «Литраот», «Литраот», «Шалом», «Шалом». В переводе на русский это звучит примерно так. «Привет, друзья», «Привет, друзья», «Привет, привет». «Пока, друзья», «Пока, друзья», «Привет, привет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова МУЗЫКА